Человек, как биологическая особь, пришел в мир, который за миллионы лет до него был густонаселен бактериями, вирусами, грибками и прочими микроорганизмами. И чтобы выжить, он должен был научиться жить в симбиозе с этими микроаборигенами планеты. В прошлом выпуске программы мы говорили о том, что экологическое сообщество микробов внутри нас, называемое микробиомом, призвано природой защищать человека, потому что человек является его хозяином. А сегодня мы поговорим, чем нужно кормить этот микромир для того, чтобы жить долго и качественно. На сегодняшний день насчитываются триллионы микроорганизмов, и помимо этого более 4 миллионов генов содержится, поэтому это уникальная система. Кроме того, если брать виды, то это тысяча видов микроорганизмов. В килограммах даже сейчас посчитали, это 2,5 килограмма микроорганизмов. Есть исследования, которые говорят о том, что микробиота кишечника, микрофлора кишечника, она оказывает влияние на другие системы. Тут включаются уже как раз врачи-гастроэнтрологи, которые пытаются восстановить микрофлору, а путь это нелегкий. И по данным разных исследований до 6 месяцев занимает полное восстановление микрофлоры после антибактериальных препаратов. Владислав Анатольевич, сейчас много информации о таком влиятельном органе человеческого организма, который называется микробиом. Вот в каких единицах можно его измерить и определить? На сегодняшний день насчитываются триллионы микроорганизмов. И помимо этого более 4 миллионов генов содержится, поэтому это уникальная система. Кроме того, если брать виды, то это тысяча видов микроорганизмов. В килограммах даже сейчас посчитали, это 2,5 килограмма микроорганизмов в организме человека. Поэтому это довольно интересная система, которую некоторые даже ученые говорят, что это отдельный орган. Рассматривают микробиоту кишечника как отдельный орган человека. Скажите, пожалуйста, некоторые микроорганизмы, бактерии и так далее, они очень полезны, потому что они помогают усваивать микроэлементы, витамины, какие-то условно есть патогенные. Как это соотношение меняется с возрастом, полезных и вредных? На самом деле, как я сказал, к 4-7 годам уже полностью формируется микрофлора, и она в принципе остается с человеком на всю жизнь. Да, в течение жизни, вследствие того, что попадают какие-то инфекционные агенты в организм, кроме того, мы принимаем какие-то лекарственные препараты, в частности, антибактериальные средства, антибиотики, то количество и качество микрофлоры, резидентной микрофлоры, то есть постоянной, оно, конечно же, меняется. Владислав Анатольевич Косенко. Возраст 41 год. Базовое образование. Ростовский государственный медицинский университет. Профессиональная деятельность. Гастроэнтеролог-эндоскопист. Главный гастроэнтеролог Управления здравоохранения Ростова-на-Дону. Заместитель декана факультета после вузовского профессионального образования РостГМУ. Достижения. Освоение трех медицинских специальностей. Совмещение лечебного и учебного процессов. Интересы. Путешествия, музыка, театр, спорт. Кредо жизни, профессионализм и милосердие. Микробиом отдельного человека. И в данном случае мы говорим о микробиоме кишечника. Насколько он влиятелен? На какие системы он может повлиять? Ну, помимо того, что, да, я уже сказал, что это гастроэнтерологические какие-то моменты, да, и, соответственно, если брать, прежде всего, гастроэнтерологию, то сразу же мы здесь знаем, да, что проблемы с кишкой, это всевозможные симптомы со стороны органов пищеварения, вздутия, ручания, неустойчивый стул и так далее. Но также есть исследования, которые говорят о том, что микробиота кишечника, микрофлора кишечника, она оказывает влияние на другие системы. Ну, всем, наверное, известно сейчас, да, что очень сильное влияние взаимодействия есть с иммунологией, да, то есть с иммунной системой. Почему? Потому что очень много лимфоидной ткани содержится в кишке, а, соответственно, это лимфоциты, которые находятся в кишечнике, и, соответственно, иммуномодулирующие свойства микробиоты кишечника, об этом сейчас даже никто не спорит, да, даже маленьким детям во время того, если они много болеют остро-респирторно-вирусными инфекциями, очень часто сейчас назначают пробиотические препараты, которые, опять же, оказывают влияние на их, на чистоту данных вот этих заболеваний. И оно достоверно снижается, эта чистота. Вот. Кроме того, кишечная микробиота, она оказывает влияние на, например, удивительно, да, были такие исследования проведены, что она оказывает влияние на нервную систему. То есть она очень тесно взаимодействует с центральной нервной системой, и даже есть исследования, что микрофлора кишечника участвует в таких заболеваниях, как растейный склероз, синдром Альцгеймера, Паркинсона и так далее, болезнь Паркинсона. То есть вот такие вот, казалось бы, да, никак не связаны с кишечником, но есть такие исследования, что это может быть связано. Ну и тогда сейчас поговорим о том, как в здоровом состоянии поддерживать эту микробиоту, невзирая на возрастные изменения. Как влияет рацион, система питания на микробиоту? Ну здесь питание микробиота, это, конечно, тесно связанные моменты, потому что это есть прямая связь в этом. И, естественно, от характера питания, от тех продуктов, которые принимает человек, соответственно, зависит и рост, или, наоборот, угнетение какой-либо микрофлоры, в том числе, конечно, полезной. Ну сейчас есть так называемая пирамида, вы знаете, наверное, питание, да, что в основе пирамиды всегда это те продукты, которые, ну, из пшеницы, допустим, или, допустим, сложные углеводы, там, макароны, очищенный рис и так далее. То есть это те продукты, которые хорошо воздействуют на микрофлору и их лучше всего принимать даже, может быть, каждый день. Дальше вверх по пирамиде, да, если идти, то это овощи и фрукты, да, в них содержится большое количество витаминов, микроэлементов, воды, и их тоже можно принимать каждый день, допустим, чтобы микрофлора чувствовала себя хорошо. Вверх пирамиды — это уже дальше идут всевозможные сладости, содержащие продукты сахара, мяса, жир, то есть это то, что надо принимать максимально мало, потому что это всё уже идёт во вред, как раз-таки в той же микрофлоре. То есть здесь вот нужно, может быть, придерживаться такой пирамидной системы. Кроме того, есть продукты, которые сами зачастую являются пробиотиками. Например, это ферментированные продукты, так называемые, это квашеная капуста, это всевозможные соления и та же кисломолочная продукция, она тоже относится к ферментированной продукции, естественно. Это природные источники пробиотиков, да? По сути, да. То есть это те продукты, которые будут улучшать рост микрофлоры и, по сути, исполнять роль пробиотика. Ну, коль скоро заговорили о кисломолочных продуктах, вот как Вы прокомментируете пользу молока для людей зрелого возраста? Ну, вот опять же, очень много мнений. И к единому мнению, к сожалению, ни диетологи, ни гастроэнтрологи, ни любые другие люди, которые занимаются питанием, они пришли. Что Вы скажете, скажем, о йогуртах, на которых производители пишут, что там содержится большое количество бифидобактерий или лактобактерий. Можно ли этому верить или это просто маркетинговая история? Ну, в любом кисломолочном продукте, как известно, конечно же, содержатся какие-то хорошие лактобифидофлора бактерии. И, соответственно, здесь только нужно учитывать тот факт, что то количество, которое заявлено производителем, оно все-таки максимально на тот момент производства этого продукта. То есть если мы идем в магазин и покупаем кисломолочную продукцию, то лучше это делать все-таки покупать самую свежую продукцию. Потому что с течением времени, и употреблять, а не держать в холодильнике дома, потому что с течением времени количество микроорганизмов будет уменьшаться. И, конечно же, в кисломолочном продукте в любом случае не будет того количества микробов, которые содержатся в лекарственном препарате, допустим. То есть, поэтому, если есть какие-то нарушения дисбиозы, так называемые, то есть нарушения микрофлоры кишки, то, соответственно, нужно помимо кисломолочной продукции все-таки обращаться к врачу, чтобы он назначал, если это требуется, уже пробиотические препараты, допустим. Скажите, а любят ли микробы наши полезные специи? И вот какие специи все-таки для них хороши, а какие не совсем? В отношении специй, наверное, нужно сказать то, что они больше, наверное, большинство специй, они пришли к нам из восточной диетологии, поэтому здесь все-таки часть специй, которые, наверное, более популярны, которые мы употребляем, они больше обладают антисептическими свойствами. В том числе, конечно же, влияя на микробиоту, то есть на атмосферу внутри самой кишки, такие как куркума, допустим, васаби, имбирь, они антисептические свойства свои, они оказывают в случае каких-то инфекционных моментов. А многие специи, например, могут вызвать раздражение, например, слизистой желудка, или принести какие-то дискомфорт в области живота. Поэтому здесь, опять же, все по индивидуальной приносимости. А какие причины могут в большей степени нанести вред вот этому микромиру? Ну, наиболее частые причины, всем, наверное, известны, да, это либо какой-то инфекционный агент, который попадает, чужеродное вещество, которое попадает внутрь нашего организма, попадая в кишку, и здесь начинается борьба, опять же, наших хороших микроорганизмов, да, за то, в том, что их функция заключается в том, чтобы как можно быстрее его обезвредить, вывести из организма. Вот второй наш, самый из частых, да, негативных факторов, это, конечно, применение антибактериальных препаратов, то есть это антибиотики. Сейчас, к сожалению, за последний год, да, количество, с известной, да, ситуацией увеличилось количество потребления антибиотиков, антибактериальных препаратов. Поэтому здесь как раз-таки вот нужно, тут включаются же как раз вот врачи-гастронтрологи, да, которые пытаются восстановить микрофлору, а путь это нелегкий, и по данным разных исследований, до 6 месяцев занимает полное восстановление микрофлоры после антибактериальных препаратов. Было даже исследование на основании трех антибактериальных препаратов. Вот 6 месяцев более-менее флора пришла к тому уровню нормальному, который необходим. Необходимо помнить, что с возрастом все-таки меняется состав микрофлоры у зрелого человека в том, что увеличивается количество гнилостных микроорганизмов и уменьшается количество молочно-кислых микроорганизмов. Но при этом надо не забывать, что все-таки помимо того, что мы сказали, надо употреблять в пищу белковую пищу и лучше отдавать предпочтение белому мясу или рыбе. Но при этом красное мясо употреблять чаще, чем один раз в неделю. Также очень полезно будет для микрофлоры, если в пищу мы добавим зеленые овощи, либо листовые овощи, так как они очень хорошо способствуют размножению микроорганизмов. Ну и наконец, самый главный принцип – это разнообразие питания, потому что чем оно будет разнообразнее, тем лучше всего будет размножаться наши лактобифидобактерии и другая хорошая, наша резидентная микрофлора. Что только не влияет на здоровье человека. Как мы сегодня выяснили, оказывается и микромир внутри нас. Природа и наука не перестают удивлять и восхищать. Встретимся через неделю.